Всем привет, девчонки! Добро пожаловать в новый влог. Влог у меня начинается с вечера, потому что сейчас на канал у меня грузится новый влог, который вы будете смотреть, и он уже получался довольно-таки большой, поэтому я не стала снимать этот день. В тот влог уже будет отдельным видео у меня выйти. Поэтому сейчас я сажусь кушать, буду показывать вам ужин, чтобы вы понимали, что это продолжение того дня, которое было в предыдущем влоге. Сегодня долго собирала ужин, никак не могла подобрать по КБЖУ, чтобы все нормально было, потому что я утром показывала вам, что покупала зефир и спорола сразу аж две штучки зефирки. Естественно, у меня улетели углеводы, очень сильно подлетели. И, соответственно, сегодня я планировала на ужин поесть борщ, вам говорила, и котлеты с гречкой. Но по калориям я, может быть, и вместилась, но по углеводам я уже не вмещаюсь, поэтому долго игралась, думала, что мне все-таки съесть на ужин, и решила съесть котлеты, которые готовила вчера. И просто будет у меня огурчик без гарнира, просто с огурчиком. Давайте, наверное, покажу сейчас вам, чтобы было понятно. Вот ужин у меня получается, две котлетки небольших, здесь даже 100 грамм нет, я помню, что-то 95. Ну, в общем, грубо говоря, округляем 100 грамм. Дорезала остаток огурчика со вчера, с сегодняшнего завтрака, 130 с чем-то грамм. Кофе будет запеканка, последний кусочек доедаю. И еще решила вот на сладенькое печеньку эту съесть. Так, по калориям получается ужин мой на 476 калорий, 50 белка, 1 от жирова, 40 углеводов. И сегодня у меня был завтрак, он почти у меня в обед был, потом у меня был перекус, на перекус у меня был йогурт и хурма. Хурма, кстати, тоже очень хорошо по углеводам потянула, поэтому я не вместилась сегодня по углеводам. У меня небольшой перебор есть, 187 запланировано, 202 съела, по белку тоже перебрала, по жирам чуть-чуть не добрала. Ну, по калориям нормально, 1703. Вот, я сейчас ужинаю, у нас на улице красота такая, сегодня с утра снимала, снега у нас навалило. Все на улице ходят, гуляют. Время, кстати, у меня сейчас 17.26, и Даня делает уроки, и мы сейчас пойдем еще погуляем. Заодно я нашагаю свои шаги, дошагаю, думаю, что до десяточки сегодня я добью. Что-то холодно, да, как-то? Тебе так не кажется, мадам? Нет, он перебим, он пожал, пожал. Красотень. Мы вышли гуляем, нахаживаем, осталось 3,5 тысячи доходить. И, так как у нас сегодня такая прекраснейшая погода, мы пошли дохаживать их на улицу. Для нас прекраснейшая, мне кажется. Дома не стала ходить, красота. Тут же все почистили дорожечки. Я подмечну эту чипсу. Да, мелкий снежок, эти вот еще. Тут так, приятного. Время у нас 6 часов, я поужинала, и пошла дошагивать шаги. Даня спрашивает, где снеговики? У меня одного снеговика, а я говорю, там и такие, наверное, до снега. У нас это необычно, тут никто на него внимания только ко мне обращает. Это так классно. Я его не подниму, да? Зачем ты это делаешь? Он не сломался. Он не сломался, он не сломался. Ну, эти остатки все. Какие остатки? Ну, вот это снега будет. Снега идет снега, какие остатки. Ну, если бы было бы дождь, то была бы морость, да? Да. Как Димка говорил, моросит идет. Черт, парк. Моросит идет. Ну, морозь, моросит, дождь идет. А он не понимал, что такое. Говорил, моросит идет. Ой, мы гуляем. Здесь народу в парке. Не то, что я утром одна ходила. Никого не было. Сейчас народ... Да, сейчас народ помешил. А здесь не было расчищено кого-то ходило? Угу. Как ты ходила? Хорошо, что снега еще не сильно много было. Не надо. Ну, иди ступай. А тут что-то есть, да, наверное? Чудо. Пошли. А забей под мертвых градусов. Мама, у меня в перчатках. Слушай, ты же листочки на деревьях, да? Уже снег купил. Вон, березка в листочках. Никого на площадке нет. На площадке никого нет, никто не гуляет. Ого. А? Кто на площадочку? Зачем? Хочешь на покатываться. Ты маленький ребенок? Угу. На котельках покататься хочешь? Нет. Нет, я не хочу. Я буду гулять. Мне еще 3000 доходить надо. Какая площадка? Пошли гулять. Погуляем. Ого. Че? Это прям пласт. Пойдем? Пойдем. Смотри, не оклан... О, окланет. Я каждую буду хватать и ломать. Да я такая уже. Удобненько. Дай, посмотрите. Как это не сломать? Еее. Всю работу этих насмарк. Так, все. Дай, конечно. Что ты делаешь? Наступай, она вот такие. Детенок. Мне кажется, что вы уже велики для этих качелек. Давай, пошли. Тебе не кажется, что ты уже велики для этих качелек? Я слышу. Вставай, пошли. А при чем ты уселся, где руки холодно? Пошли. Пошли, ты сейчас весь будешь... Даня уже все сугробы собрала. Он не по дыржкам не ходит. Он ходит только по сугробам. Посмотри, какая сзади красота. Ну, зима же лучше. Лучше, чем что? Чем осень. Осень тоже красивая была. Была. Зима тоже красивая. Пошли сюда, чтобы... Давай. Нет еще. А куда? Надо туда ходить, шаги. Да, это долго. Нет. Мне холодно. Да, ну такой высший, сынок. Потому что ты снимаешь все время. Ты лазишь здоровым, потому что все время. Поэтому тебе холодно. Моя любимая песенка играет в машине. А у меня садится телефон. Один процентный, чего я не успеваю поснимать. Или успеваю. Да нет, сейчас он вырубится. В общем, мы уже дохаживаем и пошли домой. Нам уже осталось чуть-чуть совсем. Даня замерз. Я бы, конечно, еще походила бы. Ой, опять у них прям глаза. Все, уже дома встречаемся с вами. Всем доброе утро. Завтрак мой сегодня. Яичный блинчик, как и вчера, готовила. Немножечко икры смазала. И сегодня соленый огурчик. Внутри и доедаю. Вот банка открыта была. Такие соленые огурчики. Уже последние решила доесть. Будет кофе без молока, без сахара. И кофе 2 зефирки. Калорийность получилась 614. 24 белка, 21 жира и 82 углеводов. И, кстати, у меня сегодня отличная новость. У меня сегодня опять отвес. Минус 200. Итого, минимальный вес мой. Первый, вот такой минимальный, за долгое время. 101,5. Напоминаю, что начала я худеть со 109. Сегодня еще минус 200. Девчонки, решила я померить свои летние вещи, которые покупала я в начале лета, когда сюда переезжала. И хочу показать вам. На меня особо не смотрите, потому что я еще себя в порядок не приводила. Мне там ванна напускает. Сейчас буду купаться. У меня утро только. Вот эту кофту. У меня костюм я покупала. Сейчас покажу дальше накидочку. В общем, и штаны, и кофта, и сверху еще накидка кофты. Я ее одевала просто вот так одеть, без ничего. Я ее не могла, потому что она мне сидела как на барабане. Она была подстрелянная, короткая. И даже как-то в плечах она мне была тесновато. А сейчас посмотрите. Видите? Она сидит свободно. Вот. Казалось бы, что, да? Там 7,5 килограмм я только похудела, потеряла. Но вещи совсем по-другому. Если честно, я не ожидала. Я одела. Ну, мне просто интересно было посмотреть, насколько заметно или незаметно по летним вещам. Вам, конечно, она может быть и незаметна, потому что фотографий в этой кофте вы меня просто отдельно нигде не видели. Я не показывалась. И фотографий у меня нет, потому что я не фоткалась. Нигде в таком большом весе. У меня вообще ни одной фотографии нет. И штаны вот эти, которые я покупала, заказывала на ВАП. Смотрите. Это то, что у них еще высокая талия получается. Вот. Они новые. То есть не новые, они постиранные. После стирки сложены. У меня в шкафу лежали. Я сейчас ходила. И они меня вот... Ну, как бы особо здесь не видно вам. Но по ощущениям мне постоянно хочется их подтянуть. Вообще, если честно, я в шоке. Я не ожидала, что будет такая разница. Но по кофте вообще обалденно. Я же вам говорю, она где-то вот такая у меня вот здесь была. Натянута, как на барабане. Мне, в общем, получается, что грудь очень сильно расхуднула. Потому что вот здесь мне комфортно. Сейчас покажу вам еще. Вот тут мне этот костюм получается. Штаны и кофту. Сейчас покажу. Кофту одену. Посмотрите. Так. Ну и вот эта кофта, которую я одевала. Только надела ее сверху. Смотрите, какая она. Она, конечно, тоже такая разлетайка была. Ну, не настолько она у меня большая была. У меня там ремонт у кого-то идет. Слышно, наверное, вообще широченная. И рукава какие-то длинные, мне кажется. Вот такие были. Ну, в общем, разницу я вижу. Не знаю. Вам, наверное, может быть и не видно будет. Потому что вы... Я не особо вказывалась в таких нарядах, мне кажется, на видео. Но мне разница. Даже по ощущениям, как вещи сидят, вообще по-другому. А штаны вот эти. Это из костюм набор. Вот они. Я их даже вообще ни разу не одела. Потому что они настолько все обтягивали. Все мои толстую задницу не прикрывали. Ой, даже вот эта штучка мне, получается, не сильно задницу прикрывала. Сейчас она как будто и подлиннее кажется. И я их, конечно, сейчас одену, посмотрю. Но вам, наверное, показываться не буду. Потому что они очень-очень сильно обтягивают. Хотя сейчас посмотрю. Ну, ладно, уж пошла такая пьянка, покажусь. Вообще, по идее, конечно, сейчас они сидят, конечно, лучше, чем сидели. Но все равно еще до них, чтобы нормально одевать, худеть, худеть. Вот так я вообще раньше не могла одеть, чтобы я одела кофту. И эти штаны даже на себя в зеркало не могла смотреть. А сейчас уже более-менее, блин, тут не особо, конечно, видно. У меня нигде нет такого большого зеркала, чтобы вам показаться только вот это. Ну, с кофтой, если сейчас кофту сверху одеть, то костюм вообще не смотрится балахон. Смотрится просто. Ну, вот, как-то так. Может быть, конечно. Ну, кофта прям, не знаю. Мне кажется, что она уже чересчур у меня большая. Когда я покупала от костюма, из чего мне подходила по размеру только кофта разлетайка. Вот это нижняя кофта. И штаны, они мне были, ну, как, не малы, потому что это стрейчевый материал. Он тянется. Но они мне были как на барабане абсолютно. Я их не могла одевать в таком виде. На люди показываться я не могла. Поэтому я их не таскала. Таскала только кофту. Но, думаю, к следующему лету как раз-таки буду таскать вот эту кофточку и штаны. А вот эту надо будет, наверное, может быть, ушить. Потому что, если сейчас она уже как-то так болтается, не очень красиво. Ну, в общем, посмотрим. Не знаю. Я рада, девчонки, если честно. Не ожидала я, что 7 килограмм, и они по вещам так будут. Прям видно. Собралась выйти на улицу. Пойду спущусь в магазин. И заодно уже пошагаю, так как не особо хочется спускаться. На улице погода нелетная. Минус 6. Ну, какой-то там ветер такой дует. Это же завывает у меня на балконе здесь. Ну, раз буду спускаться, значит, пошагаю. Хотя бы немножко. Хотя бы даже тысячи три, и то меньше все равно дома шагать. Вот. Сегодня с утра принимала ванну. Девчонки вчера в чате нагадали, написали что-то про ванну. Целлюлитные крема массажа. Я сегодня решила тоже напустить мне с утра в ванну. Знаете, я люблю общую ванну принимать, но я люблю не так, чтобы набрал ванну, ополоснулся и вышел. Если набрать, то досконально лежать минимум час. И вода у меня должна быть очень-очень горячая, чтобы прям аж косточки от мяса отставали. И вот я сегодня что хочу рассказать. Лежала, сделала, естественно, то, что тебе щеткой натерлась антицеллюлитной. Это у меня бывает раз в пятилетку. Это не то, что, например, такая Оля молодец, просто нагадали. И щетка лежала рядышком. Она у меня всегда лежит на ванне, но кто бы ей пользовался. Ну, вот факт тот, что сегодня я все процедуры такие сделала по красоте. И скрабом помазала лицо, потерла. И что-то, по-моему, я переусердствовала. Оно у меня же прям как-то щипет. Не знаю, сейчас как на улице, на мороз отреагирует моя кожа. Намазала сейчас кремом. Оно видно, что блестит, жирное. Посмотрю, что будет после моих спа-процедур. Так, что, пошла я в магазин, пойду схожу в пятерочку. Там кинули, девчонки, рецепт какой-то новый. Хочу мусс тоже попробовать приготовить. Да и творога у меня нет, мне надо творог купить, поэтому пойду в пятерочку. Свой творог я покупаю только в пятерочке. Вот. В принципе, мне уже время обед. Сколько сейчас время? Уже пол первого. Кушать хочется, потому что я кушала сегодня рано. Где-то часика восемь. Уже прям ощущение есть. Можно было бы сесть поесть. Но я не хочу, думаю. Сейчас я сяду, покушаю, попью кофейку. Меня расслабит, и я не захочу никуда идти. В общем, я забралась, пошла быстренько выйду, погуляю. Немножечко схожу в магазин, приду и уже тогда буду обедать. На обед, наверное, мне будет борщ сегодня. Мне надо его есть, потому что приготовила вчера мне... Ой, вообще за свет. Потому что приготовила вчера, не получилось мне его поесть. Не вписала я его себе. Сегодня надо будет на обед обязательно поесть, что мне биржевенькое. Так, сажусь обедать. Налила борщ. Порция у меня здесь что-то почти 589 грамм. Но тут мне видно, вот курица, косточка уберется. Немножко поменьше будет. Два кусочка хлеба. 84 грамма будет кофе без молока, без сахара. И кофе-школадочка. Нац, 32 кусочка. Калорийность получается 639, но чуть будет поменьше. Потому что косточки уберутся. 30 жиров, 19 белка, 78 углеводов. Я, кстати, приготовила мусс. Желатин покупала, ходила. Сейчас покажу вам, я внесла. Вот мусс у меня из киви и из творога. Я сделала 2 девчатки. Дали рецепт, но я сделала под себя. Добавила сюда семена чия. И вместо сахарозаменительной стала добавлять, сделала с медом. Посмотрю, что получается. По калориям, вот что получается. 68 килокалорий на 100 грамм. Но по вкусу, не знаю, сейчас застынет вообще или застынет. Посмотрю, что получится. И шоколадный мусс приготовила. Тоже отправила в холодильник застывать. Тоже вот такая калорийность получается. 64 килокалории на 100 грамм. Посмотрим. Потом, как застынет. Если все получится, вам, конечно же, покажу. Так, ну вот мой шоколадный мусс. Вроде как, смотрю, вроде, мне кажется, застыл. Ненький такой. Не знаю, внутри застыл или нет. Сейчас буду пробовать доставать из формочек. Достанется или надо будет ложка есть. Даже не знаю. Сколько у меня получилось формочек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять, да? Два, четыре, шесть, восемь. Да, десять штучек получилось. По калориям он получается прям очень-очень даже хорошо. Я вот себе на ужин сейчас добавила. Смотрите, 300 грамм этого шоколадного мусса. 192 калории. Ну, смотрите, 25 грамм белка. 14 урлеводов и 3,9 жиров. Сейчас буду пробовать. Тот, который второй готовила из киви. Не помню, я на канал говорила или говорила. Это на телеграм-канал. В общем, еще один мусс из киви и творога. Он у меня был залит в стеклянную форму. Он еще не застыл. Наверное, уже завтра, я так думаю, что до завтра будет еще стоять в холодильнике. Этот сейчас буду пробовать доставать. Посмотрим, достанется нормально или нет. Прекрасно достались из формочек. Вот так это все выглядит. У меня здесь шесть штучек. Что с Катцином? Ужин у меня будет сегодня такой. Я съела кусочек курицы. 455 грамм вареной. Внесла в программку, но вам не показала. Кофе с молоком добираю жиры. И белок добираю 10 грамм в одной печеньке. Напоминаю, последнее печенье буду пить с кофейком. По калорийности ужин получается. 456 калорий, 24 углеводов, 54 белка и 14 жиров. Знаете, я так кусочек опробовала, когда вынимала. Вроде как, мне кажется, что вкусненько. Если прям будет на вкус приятно, то замечательно вообще можно готовить. Потому что по калориям очень мало получается. По белку много получается. По углеводам мало. Добавляла я сюда сахарозаменитель. По рецепту сахар идет, но у меня добавлен сахарозаменитель. Так, общая калорийность за день получается 1684. Сегодня нормально по белкам, по углеводам. По белкам перебор немножко 98. По углеводам чуть-чуть не добрала 183. И жиры прям тютелька в тютельку 64 у меня сегодня. Так, у меня обед. Я не знаю, перекус что это будет. Получается йогурт питьевой. Бутылочка 300 мл. Время 12 с начала первого. И кофе попью с шоколадкой. Кофе с молоком. Здесь, по-моему, 46 грамм. Да, 46 грамм кофе с молоком. Ну и бутылочка йогурта. Калорийность 451. 57 углеводов. 12 белков. 21 жира. По углеводам чувствую, что сегодня у меня будет перебор. Потому что белки и жиры вот 25-24. Углеводы 139. Но это и каша с утра с ананасами, и кофе. Будет часть шоколадкой много. Ну да ладно. Значит так будет сегодня. Кстати, по поводу вчерашних мусса шоколадного хотела вам сказать. Говорила, что попробую. Мне кажется, что будет вкусненький. Но не знаю, девчонки. Наверное, повторяйте. Готовить рецепт второй раз не буду. Либо его, может быть, надо будет как-то доработать. По рецепту там, естественно, он идет с сахаром. Но я не добавляла сахара. Я добавила сахарозаменитель. И у меня там оставался сгущенка в холодильнике. 30 грамм всего было в баночке, которая уже ни туда, ни сюда. Давно стоит открытая. Я ее решила, думаю, до вкуса добавлю в творог. Но сгущенка это, конечно, потерялся. Вкус никакого она не дала. Только лишние калории вот добавились. Получается. Ну, такое себе. Не знаю, не очень. Я, наверное, больше не буду повторять. Потому что какую-то вот кислинку творог дает, какао горчинку. И он не такой, в общем, и сладкий получился за счет сахзама. Хотя сахзама я ложила вроде много. И пробовала на вкус. Вроде как сладенький был. Но когда застыл, то так себе. Ну, не знаю. Может быть, кто такое любит, попробуйте. Но мне интересно было попробовать. Я решила приготовить. А второй, кстати, который делала тоже мусс с творогом и с киви. Он мне так и не застыл получается. Всю ночь простояла в холодильнике. Я думала, может быть, он застынет. Но, видимо, наверное, все-таки желатина маловато была пачка. Хотя там тоже была пачка и воды меньше. Но не знаю, почему. Но с фруктами, получается, не застыл. Я засунула их в морозилку. Не знаю, что из этого получится. Может быть, как мороженое какое-то. А пока стоит в морозилке, потом посмотрю. Будет это съедобно или все-таки это придется выкинуть. Всем доброе утречко. Завтрак у меня сегодня 2 яйца. Отрезала кусочек хлебушка. Помакаю яйца. И вчера купила в красно-белом вот такие хлебцы. Доктор Кёрнер. Прям что-то на них цена хорошая. 31 или 37. Не знаю, потому что в пятерочке, в магнитах. Я знаю, что они прям очень много. В последнее время стали стоить. 2 хлебца. У меня здесь 19 грамм. И сверху икра трески. 50 с чем-то грамм. Кофе с молоком без сахара. И калорийный завтрак. Получается 482 килокалории. 32 белка. 26 жиров. 28 углеводов. Сегодня у меня на весах плюс. Плюс 600. 102 и 1. Но это плюс. Потому что вчера был перебор по углеводам. Я вам вчера, по-моему, вечером ужин не снимала. В телеграмм скинула. А вам не скинула. Сейчас покажу, что у меня было вечером. Общая калорийность покажу за вчера. И что на ужин у меня было. Это либо из-за углеводов. То, что перебор у меня был. Либо это из-за того, что у меня вторая половина цикла. Как раз овуляция. И заметно по моим тарелочкам, наверное, что у меня опять начинает тянуть на углеводы. Так. Вчера. Это в любом случае был не перебор по калориям. То есть, плюса именно жира быть никакого не может. Это, скорее всего, задержка жидкости. По калориям мне вчера вышло вот так. 1558. Но по белку мне прям совсем мало. Вчера было по углеводам, видите, перебор. 216. По жирам недобор. На ужин у меня вчера был борщ. Хлеб. Сметана. И потом еще попозже чуть был творог. Чтобы хоть как-то добрать белка. Это, если честно, не че-то. Кацан! С чата меня заставили доесть белок хоть немножко. Поэтому вот такая калорийность была за вчера. Так. Я сажусь завтракать. И буду работать. Ходила в магазин. Спускалась. На улице дверь такое вообще. Минус 9. Как-то холодно. Ну, вроде завтра уже будет потепление. Плюсовая температура, по-моему, через пару дней будет. Купила небольшой вот здесь у меня пакетик. Давайте я сейчас покажу. Достану, что купила. Хочу замариновать индейку. И у меня нету соевого соуса. Спускалась за ним. И, как всегда, одним соевым соусом не обошлось. Докупила. Вчера вот девчата в чате писали, что вот этот сыр. Йогуртовый какой-то, легкий, вкусный. Я сейчас магнит его увидела. Решила взять, попробовать. Сладости, конечно же, к чаю купила. Сейчас камеру переключу, покажу. Ну, поближе, не знаю, там показывала, видно было или нет. Вот этот бельбельский, йогуртовый, легкий. Здесь сколько? 25 грамм белка, 19 жира. Попробую. Не знаю, хотят горчицу, что-то мне захотелось. Вот купила горчицу. Вот такой самый обычный магнитовский соевый соус. Это моя шоколадка любимая. Кто не знает, кофе с молоком какой-то, но его увидела. Вообще, да, не купила, но я думаю, что я украду у него. Дольку попробую. С ним поделюсь своей шоколадкой. И дозефир. Вот этот вкус еще не пробовала. Смузи. Агрикос, манго. Сейчас буду кушать. И я сейчас собираюсь обедать. У меня время уже начало четвертого. В принципе, пора уже покушать. Хочется. Я вот показывала вам завтра. Потом на обед у меня был небольшой перекус. Хлебцы, которые я покупала. Доктор Кернер пшеничный. Кстати, в магните посмотрела. Блин, сколько они 70 или 80 рублей. А в этом они что-то... Может быть, я, конечно, ошиблась. Не туда глянула. Она будет прям пойти сходить. Что-то 31 или 37 рублей. Если такая большая разница, то здесь надо накупить несколько пачек. Они, кстати, вкусные. Вот до этого я покупала. Хлебцы показывала вам. Магнитовские вот такие тоже. Какие-то рисовые. А нет, это пшеничные у меня были. Ну, в общем, на вид они вот такие. Но они мне вообще не понравились. Барбелка. Они до сих пор мне там валяются в шкафчике. Два штучки я съела всего и все. А эти прям вкусненькие. Но цена какая-то в последнее время на них вообще неадекватная. Поэтому я их не покупала. Так, на обед что у меня будет? На обед у меня будет борщ. Доедаю я этот свой борщ уже третий день. Наверное, как я его сварила. Хочу прям, знаете, сейчас с чесночком. На улицах холодрыга. И вот что-то такого хочется. И, видимо, горчица даже захотелось. В теплое время вода все родов такое не ела бы. Сейчас я подогрею себе борщик. Поем прям с чесночком, со сметаной. И буду мариновать. По-быстренькому сейчас замариную индейку. И хочу, наверное, все-таки в духовке ее запеку. С картошкой. Потому что Даня уже, по идее, скоро должен будет прийти. Надо бы быстренько мы сейчас что-нибудь приготовить. Ему на ужин. Ну и на обед. Не знаю, сколько раз он будет кушать сегодня. Наглая рожа лезет на стол. Смотрите. Смотрите на эту наглую рожу. Ты зачем на стол залазишь? Кто тебе разрешает залазить на стол? Еще думаю вперех. А я сегодня отрезала себе челку опять самостоятельно. Что-то мне не очень нравится. Надо, наверное, ее немножко профилировать. Челка уже отросла. Вообще, по-хорошему, надо вообще голову помыть. Но что-то я не захотела. Уже вечером, наверное, по-моему. Все, девчонки, не буду болтать. Сейчас быстренько грею себе. Нет, сейчас замариную индейку. Пока буду кушать, я немножко промаринуется. И буду отправлять в духовку. Так, время начала пятого. Я сажусь кушать. Борщ. Два кусочка хлебушка. 80 грамм. Сыр этот легкий. Тут 45 грамм. Будет кофе без молока, без сахара. И 35 грамм шоколада. Итого получился у меня обед на 785 калорий. 30 белка, 40 жира. 73 углевода. У меня был перекус. Не помню, говорила вам или нет. Два хлебца вот таких было. Смазанных джемом Махеев. 35 грамм. Граммы помыла. 250 грамм я доела. Все это вышло на 262 калории. Калорийность общая получается уже 1529. По жирам я уже перебираю. По белкам не добираю. Не знаю. В духовке у меня запекается. О, там картошка с индейкой. Ну, я рецепт прочитала. Но не уверена, что она мне влезет. Посмотрю. Может быть, вообще ничего не буду кушать. А может быть, и поем что-нибудь. В любом случае покажу потом. Всем доброе утро. Завтрак. Два яйца. Сегодня два хлебца. И сыр, который я вчера легкий покупала. Здесь 56 грамм. И кофе с молоком. 50 грамм молока. 3,2% жирности. Без сахара. По калорийности ничего. Я вам не могу сказать. Сейчас новое приложение я тестю. Не уверена. Не знаю, буду ли я на нем или нет. Просто мне девчонки в чате посоветовали. Фатс секрет. Приложение называется. Я раньше как считала. Калорийно считала рациона в Язио. А рецепты просчитывала в калькулятор хики. Потому что там в Язио нет возможности корректировать вес. Когда у варка продукта есть. Это неудобно. И вот мне посоветовали это приложение. Но оно что-то такое замудренное для меня на первый взгляд. Там разбираться и разбираться. Я вчера с вечера накидала то, что я хочу поесть. Но переграла по-другому. Другой у меня завтрак сегодня будет. И сейчас не могу удалить те вчерашние продукты. Поэтому пока по калорийности не знаю. Уже к обеду думаю разберусь. Завтраку привожу себя в порядок и буду работать. Потом уже после обеда наверное выйду к вам на связь. Заодно думаю, что наверное я разберусь. И тогда уже в обед покажу калорийность, которая получится у меня вот за завтраком. Что у меня вышло по калорийности. Привет, девчонки. Ходила в фикс прайс. Отработала. Пошла, сходила в фикс прайс. Мне там закончилось... Блин, на голове у меня заколола. Закончилось в общем мыло и шампунь. Пошла, купила. Еще там немножко какое-то чудо купила. Наверное, давайте сейчас покажу вам. Буду обедать на улице. Кстати, у нас погода поменялась. Завелетел какой-то ветер и оттепель. На улице плюс один, по-моему, или плюс два. Что-то такая температура. В общем, все начинает таять. Каша под ногами. Ну, довольно-таки тепло. Но только ветер вот такой, конечно, дует неприятно. Всю неделю у нас будет плюсовая температура. А потом опять заходит зима и уже, наверное, все окончательно и бесповоротно заходит. Ой, сейчас я покажу, что купила и буду кушать. На обед у меня будет картошка с идейкой, которую вчера в духовке готовила. Я вчера так ее и не ела. И купила шампиньоны сейчас в фиксе маринованные. Что-то так мне захотелось. Баночку поем, наверное, шампиньончиков еще. И Таня тоже уже со школы пришел. Четыре урока у него было. Поэтому сейчас будем вместе кушать. Время у меня уже почти 2 без 15,2. У меня покупок здесь немного. Покажу, что взяла. Вот такие шампиньончики купила. Посмотрите, какие они аккуратненькие. Классные по калориям. Тут совсем ничего. Сколько? 25 калорий на 100 грамм. Прямо сейчас положу себе с удовольствием покушаю. Надеюсь, что они будут вкусные. Не сильно я не люблю, когда сильно уксусные. Посмотрю. Знаете, почему ходила фикс прайс? А Даня вчера в школу покупал себе, заходил печеньки. И они что-то дешево стоят 55 или 59. Ну, что-то в районе 60 рублей каждая упаковка печенья стоит. Я даже не знала, что они там стоят дешевле печеньки. Катся. Да, забери его. У меня сейчас будет шелестеть. В общем, я пошла за этими печеньками. Ну, пошла за этими печеньками и сходила. Не знаю. Первый раз покупаем. Вот такие он в школу брал. Они, знаете, похожи на вот эти бельвиты печеньки, которые вкусненькие. Вот эти тоже какие-то с орехом. Ну, пусть дома будет. Дома у меня вообще ничего нету к чаю. А Даня у меня ломка начинается. Если у нас вообще ничего нет, это ему таскать. Я, конечно, тоже попробую попью. Потом по дороге зашла в красно-белое. Хотела взять себе свою вкусную шоколадку. Кофе с молоком. Но ее, к сожалению, там не было. Все другие вкусы были. Ее не нашла, поэтому ничего не стала брать. Так, фикси. Вот это фикси купила. Вот это фикси купила. Так, вот эти тоже были фикси. Доктор Кернер 37, по-моему, рублей стоит. Или 30. Не, 33, по-моему. 33 вот эти стоят. Это злаковый коктейль. А на обратном пути зашла. Купила все-таки в красно-белом 31. Ну, 32 рубля 32,99. В общем, нормально. По 30 с копейками. В магнитах, в пятерках они очень дорого стоят. В специальный магазин заходила за своей икрой вот этой любимой. У меня масло закончилось дома. Пачечку масла купила. Это нашему коту. А, еще вот купила в красно-белом. Не знаю, тут прям совсем они по весу что-то мало. 28 грамм. А здесь, наверное, и то меньше. А, нет, здесь 38. Здесь потяжелее. Это что-то легкое. Какие-то вот эти печеньки. Одну, да, не съесть. Другую я с кофе попью. Ну, мыло у меня закончилось. Взяла вот такое. Ой. Взяла вот такое дуро обычно. И шампунь тоже закончился. Да. Ну, все. Все покупочки мои. Так, я сажусь кушать. Моя вчера, которая готовила индейка с картошкой. И здесь вот немножечко горчицы. Горчицы, махеев. Грибы, которые купила сейчас в Фиксе. Один грибочек съела. Что-то не айс. Но ведь они такие симпатичные. А на вкус что-то мне не понравились. Кофе без молока, без сахара. И кофе будет вот эта печенька здесь. Конфетка здесь 28 грамм. И по одной печеньке. Вот такой это будет кофе. Калорийность пока точно не знаю. Внесла вот это все без индейки. Потому что мне просчитан рецепт в другом приложении. Надо будет перенести. Наверное, по калорийности уже вечером. Покажу, как все в программку внесу. И вечером уже общую калорийность там покажу. Так, сегодняшний мой ужин будет выглядеть так. Два хлебца с икрой трески. Вот как всегда меня мучает. Здесь 50 грамм сыра обезжиренного. И два хлебца с жемом персик-манго. Кофе с молоком. Калорийность ужина получилась на 511 калорий. Так, 29 белка, 17,9 жиров, 56,4 углевода. Общая калорийность за 1. Я вам не показывала, по-моему, а завтрак у меня на 431 калорию. И обед на 757 калорий получился. Вот поподробнее, что у меня тут было. И общая калорийность. И завтрак вот он тоже. Так, и общая калорийность за сегодня у меня получается 1699 калорий. Не доело. По жирам сегодня норма 64. По белкам перебрала немножечко. Но этот неплохо и по углеводам чуть-чуть не набрала. Так, девчонки. Всем привет с прогулки. Выходили из зданий. Валберес уже время 59 часов. Он создал книжку, заказал себе. Вот такая-то кристи. Десять не летят. И она вот сейчас только пропищала, что пришла. Мы просто спустились. И мы говорим, пойдем заберем. А заодно как раз пошагаем. Сейчас по парку дошагаю шаги. Но, может быть, до десятки не доберу, потому что у меня там что-то 4 хвостиком пошло. Не знаю. Не 7, не на 8 точно пройдем. Так что Катя, Лена и Сильве привет вам передаю. Я шагаю. Кто еще не подписался на мой канал в Telegram, подписывайтесь, потому что компачка у нас там собирается хорошая. Девчонки дают много полезных советов, рецептов всяких кидают. В общем, весело у нас там. Так что заходите, подписывайтесь. А еще у нас тут вот так украшены типа веточки. Сейчас ходили на Валбери, забирали Данину книжку. А там люди уже заказывают к Новому году. Елку кто-то заказал. Смотри, новогодняя. Все такая мишура. В общем, уже подготовка к Новому году полным ходом. По телевизору уже рекламу запустили новогодние. Уже хочется сказки. У нас, видите, какой снег. Сегодня была плюсовая температура днем. 1-2. Градусы тепла. Это все начало таять. А сейчас все сделаю с коркой. Потому что примораживает уже морозец. Вот эта неделя будет такая качеля. И днем плюс. Ночь по-у-минус здесь стоит. Ну или нулевой, либо минус. Ну что-то такое, да. Это пока он сойдет, будем кататься, ходить. Мы, кстати, сейчас на Валберес заходили. Там ступеньки просто крутые. Крутые, да. И просто покрыты коркой льда. Все это с крыши падает. Капает тут же, застывает. Причем очень опасно. Короче, да. Да, Даня тут ходит со мной. С последних сил уже гуляет. Ему хочется книжку начать читать. А мама все ходит шаги на шаги будет. Город уже спит. Уже почти 9 часов. А мы в такую погоду ходим гуляем. Ну там, правда, есть какие-то малолетки там дальше в парке дуреют. Снежка им бросается. Снег мокрый. Не, он там, наверное, не видно на камере. Они бегают, орут. И мы ходим. Больше никого нету. Все остальные уже люди спят. А еще, наверное, я это видео уже буду заканчивать. Потому что, опять-таки, я думаю, что там наснимало много. Хотела сегодня сесть за монтаж. Но как-то не получилось у меня. По поводу калорийности. Я там в том видео говорила, в влоге, что поменялась у меня калорийность. Я кулаке и мне мысли по этому поводу. Если так и не сказала. Сегодня думала, что в течение дня сяду, запишу. Но не получилось у меня записать. И думаю, что завтра тоже у меня не получится. Потому что я работаю. Видео хочу выпустить завтра ближе к вечеру. Надеюсь, получится. У меня сегодня приду. И помонтирую. Постараюсь, по крайней мере, помонтирую. Чтобы завтра видео выпустить. Кратко, наверное, скажу вам по поводу калорийности. Я наткнулась на информацию. Девчонки, опять-таки, в телеграме советовали канал Сергей Метальников. И у него есть в ютубной канале. Кому интересно, тоже зайдите, посмотрите. Я там зашла. Он разборы делает калорийности. И все разборы, что я смотрела, обратила внимание на то, что там очень сильно отличается соотношение кубежу от моих. То есть, даже девчонки, которые по весовой категории такие вот более подходили ко мне, да. По возрасту, по весу. У них вообще другая калорийность. Смысл в чем? Что там идет белка меньше. Где-то процент на грамм 80 белка на день жира. Ну, примерно где-то, да, жира у всех 65-75 больше. Я не видела. И углеводов в пределах от 180 до 200. Вот калорийность. Мы ставим в основном 1700. 1800. Кому-кому 1600. Но там в зависимости от веса. Какой лишний вес. И я этим вопросом заинтересовалась. Стала искать информацию. Я там тоже в телеграме подписана на кое-какие каналы. Ну, худеющих. И девчата там тоже кидают тарелочки. Свои рационы. В общем, стала наблюдать, смотреть. И действительно у меня как бы... У меня вообще стояло, по-моему, 140 грамм белка. По жира у меня также стояло 150. А углеводы были где-то, по-моему, 150-160. В общем, в чем смысл? Я белки немножко опустила. У меня сейчас они стоят 90. По-моему, 90 грамм. Углеводы 180 с копейками. Что-то под 190. Ну, и жиры 65. Так и оставила. Попробую пока выпитаться по такому соотношению к БЖУ. Посмотрю, что будет получаться. Ну, вот, несколько дней у меня не получалось набирать белок. Потому что я варила... Готовила дома борщ. Я жидко редко в последнее время готовлю. Потому что белок с ним очень плохо набирается. У меня было по углеводам превышало. По белку не добирало. Ну, вот сегодня нормально. Сегодня борщ закончился кое-как. И я вошла в свои калории. На сегодня калориям нормально. Она у меня прям 1700 я набрала из соотношения. Ну, конечно, по белку у меня больше. У меня белок сегодня превысило. А углеводы сегодня не добрала. Но ничего страшного. Так что, вот. Тем я хотела с вами поделиться. По поводу, кстати, еще что хотела сказать. Уже по-быстренькому, наверное, запишу здесь. По поводу веса. Я вам записывала то, что у меня, когда... Ну, вот, потянула у меня насадка. Салая осадка есть. Вес, как канун у меня во время КД. Вообще на 3 килограмма поднялся. Ну, что хочу сказать. Что стоило мне только вернуться к повсюду калорий. Своё питание. Вот, как я обычно питаюсь. Буквально 3 дня я вернула. Чисто попиталась. И всё. Вся эта водичка слилась. И даже ещё минус 500 грамм ушло. Так что всё, девчонки, нормально. Не паникуем, если видим плюс на весах. Всё это у нас женский организм зависит гормонов. Тем более, могло просто что-то не перевариться. Перебор по углеводу задержалась немножко водичкой. Так что всё окей. Всё нормально. Продолжаем ходить дальше. Всё. На этом я видео буду заканчивать. Я стараюсь сегодня смонтировать вечерком. И завтра выложить на канал. А с вами уже увидимся на новом видео. Поэтому подписывайтесь. Не забывайте. Потому что просмотры вроде как неплохие. Для моей численности. Несколько у меня подписчиков на канале. Ну вот. Хотелось бы, чтобы подписчики побольше росли. Всё. Подписывайтесь. Заходите на телеграм-канал. Также подписывайтесь. Увидимся с вами на новом видео. Всем пока.